В Брестском техническом университете состоялась диалоговая площадка, посвященная актуальным вопросам государственной политики. Встреча проходила под названием «От диалога к закону». Одной из тем дискуссией стало обсуждение проекта закона Республики Беларусь о Всебелорусском народном собрании и изменении в избирательном кодексе. Одним из первых выступил Эдуард Северин, начальник отделения по Брестской области Белорусского института стратегических исследований. В доступной форме спикер рассказал молодежи о роли Всебелорусского народного собрания. В общественно-политической системе Беларуси, способе отбора его участников, выдвижения, утверждения делегатов на Всебелорусское народное собрание и процедуре принятия решений. Понимание, знание закона, участие в разработке закона делает причастным каждого человека, каждого молодого человека, каждого гражданина Республики Беларусь к формированию вот этого политико-правового пространства. Поскольку цель нашего сегодняшнего мероприятия, наверное, не только, в общем-то, ознакомление с проектом закона, а в сколько большей степени, наверное, политико-правовое просвещение. Взаимодействие с людьми, разговаривая напрямую, ведя диалог, рассматривая различные точки зрения, мы действительно наполняем реальным жизненным содержанием закон. И делая его действительно основой, в общем-то, будущего нашего развития, сам закон становится производной частью диалога. И именно в эти политико-правы акты таким образом закладываются мнения, позиции самых разнообразных сегментов нашего современного белорусского общества. Привлечение к обсуждению столь значимого для страны проекта экспертов, которые могут по полочкам разложить и объяснить сложный процесс, позволяет лучше понять устройство Всебелорусского народного собрания. Диалог должен быть выстроен именно на том языке, который понятен на современном этапе молодежи. Можно просто подойти к моменту, зачитывая пошагово содержание каждой статьи закона. Однако в большей степени надо, в общем-то, понятным языком донести его содержание, объяснить, для чего это необходимо. И в данном контексте действительно мы должны исходить из позиции и не опускаться до уровня молодежи, а, наверное, в чем-то даже подняться до уровня молодежи с учетом их креатива, с учетом их пожеланий, с учетом их инициатив. Именно на таком основании. Конечно же, в идеале, на мой взгляд, должны привлекаться действительно эксперты, в том числе эксперты со стороны молодежи, когда мы выйдем на уровень, когда равный готовит равных. То есть я случайно говорил, что цель, одна из целей, наверное, которая поставлена в рамках сегодняшнего мероприятия, это политика правового просвещения. Таким образом, мы формируем культуру в подлинном смысле этого слова. Работа, которая проводится сейчас по преданию конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию, в очередной раз показывает, что в республике Беларусь именно народ, никто другой является полноценным участником развития нашей страны. О том, насколько важны такие встречи для молодежи и как она относится к таким изменениям в законопроектах, говорят сами студенты. Я решила принять участие в данном мероприятии, так как эта тема меня касается напрямую. Сейчас, с этого года я могу принимать участие в избирательной системе, и для меня было интересно услышать, какие произошли изменения, и это было важно, так как я еще не совсем разбираюсь в этой теме. И благодаря Эдуарду Николаевичу, одному из спикеров, я смогла это сделать, он мне действительно помог, и теперь я себя чувствую в этом плане гораздо увереннее. Так как я сама являюсь волонтером, и мое окружение это тоже волонтеры, мы помогаем Беларуси, убираем территории, и мы хотим, чтобы молодежь старалась на благо нашей страны, работала, и благодаря молодежи страна становилась лучше. Она процветала, росла, сияла яркими красками. Я хочу согласиться со словами Эдуарда Николаевича, что наша страна действительно процветающая, мы имеем огромное историческое прошлое, и я горжусь своим народом, с которым вместе мы можем построить свободное и стабильное будущее. Участвовать в разработке законов невозможно без правового просвещения. Так, международную обстановку вокруг Беларуси продемонстрировали в своей презентации военные комиссариаты области, а студенты и преподаватели, в свою очередь, задали интересующие их вопросы. Но в конце мероприятия эксперт еще раз отметил, что все конструктивные замечания и предложения, полученные в ходе обсуждения, будут учтены при рассмотрении и принятии закона.